МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть вероятность возгорания. Согласно данным Рослесхоза, в Нижнекамском районе зарегистрировано 155 термических точек. Как не допустить возникновения лесных пожаров в Нижнекамске? Капитальный ремонт. Ну, хорошо делает, очень даже хорошо делает. Молодцы. Нашей съемочной группе рассказали, что и где поменяют в этом году. Неожиданная находка. Сделан из металла и внутренне залитой штукатуркой специальной. То ли битцевая, то ли глиняная. Во время ремонта факела нашли фреску советских времен. Мой бедный Марат. Я пошла на садовую хлеб получать. Только вышла, тут и бахнула. Нижнекамский тюз устроил благотворительный показ. Вы смотрите Нижнекамские новости. В студии Евгения Корбакова. Здравствуйте. 22-летняя Нижнекамка 10 дней прятала тело новорожденного сына в коробке на балконе квартиры. Об этом сегодня сообщает информационное агентство со ссылкой на следственный комитет. Девушка родила мальчика в начале мая. Дома на тот момент никого не было. Спустя несколько дней она пыталась покончить с собой. Была доставлена в больницу. Тогда-то и обнаружили тело новорожденного. Пока неизвестно, родился ли он живым. Тем не менее, началось разбирательство по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Известно, что на учет по беременности в женскую консультацию она не вставала. Возможные поджоги. Сегодня к Нижнекамцам обратились лесники. Сейчас пожары бушуют в разных регионах страны. И во многих случаях они рукотворны. Чтобы подобное не повторилось и у нас, горожан призвали к бдительности. Подробности расскажет Анжелика Степанова. Все кашляют, все задыхаются. Этим дышат женщины, дети. Сегодня поймали двух поджигателей. Тюменская, Амурская, Челябинская области. Лишь часть регионов, где ловили поджигатели местные жители и сотрудники лесоохраны. В Нижнекамском же районе лесных пожаров не видели уже 12 лет. Однако горожан просят быть на чеку. В лесу можно встретить подозрительные предметы, которые говорят о готовящемся поджоге. При выявлении в лесах следующих предметов. Предмет подозрительный на наличии тайников, на наличии меток, признаков, маскировок, шалашей. При обнаружении предмета похоже на взрывное устройство. Не трогать, не подходить, не передвигать подозрительный предмет. Зафиксировать время и место обнаружения. Убедившись в основе посторонних лиц сообщить о обнаружении правоохранительных органов. Внимательно стоит отнестись и к людям, встречающимся в лесу. Есть несколько вещей, которые должны вызвать у вас подозрения. Среди них нервозность человека, слишком тяжелые сумки, расспрашивание о расположении некоторых объектов, а также рассматривание карты и выставление указателей. Если поведение и внешний вид подходят под эти признаки, постарайтесь не вступать с ним в контакт. Как можно подробнее запомните его одежду и вещи, а затем сообщите в полицию. В пожароопасный период ведется космический, авиационный и наземный мониторинг территорий. Согласно данным Рослесхоза, в Нижнекамском районе зарегистрировано 155 термических точек. Это места, где спутник зафиксировал повышенную температуру по сравнению с соседними участками. Лесных массивов ни одна из этих точек не коснулась, а 24 и вовсе не подтвердились. До 19 мая в республике ожидается повышенная пожароопасность лесов. Но связано это не с аномальной жарой, а с сильным ветром. Чтобы оперативно следить за происходящим, на территории Нижнекамского района создано 16 маневренных профилактических групп, по одной в каждом сельском поселении. Также нижнекамцам напоминают, за нарушение пожарной безопасности в лесах и может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Сегодня стартовала опрессовка труб. Без горячей воды остались более 20 микрорайонов. Отключение плановое. Идет проверка тепловодов на прочность. На тех участках, где выявят дефекты, будут производить ремонт или замену труб. Возобновить подачу горячей воды должны 24 мая. Назначен новый руководитель отдела по поддержке и развитию предпринимательства. Этот пост теперь будет возглавлять бизнесмен Ильнар Сераев. Его сегодня представили на деловом понедельнике. Сам он тесно связан с миром предпринимательства. Владеет сетью Пикарин. Также является депутатом городского совета и председателем местного отделения партии «Справедливая Россия». Патриоты за правду. Что касается сферы малого среднего предпринимательства, сферы досуга. Здесь, конечно, есть те моменты, которые требуют другого подхода. Если даже по количеству торговых центров мы, наверное, опережаем и передипломенты всей. Но как построена работа, как работает предпринимательство, конечно, это требует переформатирования. Сменился директор и в департаменте ЖКХ строительства и благоустройства Нижнекамска. Теперь возглавлять эту структуру будет Ильшат Мубаракшин. Опыт работы в коммунальной сфере у него большой, отметил мэр города. Напомним, что ранее этот пост возглавлял Сергей Скучаев. И сегодня Ильшат Мубаракшин рассказал нам, какие дома в этом году будут капитально отремонтированы. Работы уже начались. С утра и до вечера жилищники красят фасады, латают кровлю, а кое-где ведут работу по усилению балконов. В этом году в планах большой ремонт провести в 84 домах. Вера Муратова продолжит. Харис живет на Тукая-3 уже более 50 лет. Мужчина говорит, что этого ремонта ждали собственники очень долго. За годы краска на фасаде выцвела, а балконы, казалось, вообще держались на честном слове. Каждый день он выходит на стройплощадку и наблюдает за работой. Старый дом. Ну, хорошо делает, очень даже хорошо делает. Молодцы, стараются все. Большой ремонт подрядчики начали проводить с 15 апреля. За это время они уже полностью завершили покраску передней части дома. Но работы еще много. На следующей неделе установят новые двери, отремонтируют отмостки, увеличат подвальные продухи. Основная работа сейчас кипит здесь, с торца многоэтажки. Сейчас ведутся работы по установке балконов, металлических конструкций. На данном здесь свариваются балконы, ограждения для этих балконов. В принципе, работы ведутся, проблем никаких нет. В этом районе это, наверное, последний дом оставался, у которого балконы, ну, такие, скажем так, в аварийном состоянии были. В планах у подрядной организации закончить ремонт фасада раньше срока, почти на месяц. Здесь еще будут капитально латать кровлю, и это не все изменения. Здесь Антукая-3 не только усилит балконы и капитально отремонтирует их, но также увеличит их в длине. Например, вот этот балкон, который сейчас составляет метр семьдесят после ремонта, будет таким же, как у соседа, трехметровый. В этом году в Нижнекамске капитально отремонтируют 84 многоэтажки. Деньги на эти цели выделяют по региональной программе. Это почти 625 миллионов рублей. На сегодняшний день ведутся работы по 66 жилым домам. Общий объем выполненных работ составляет 205,5 миллионов рублей, что соответствует 33% запланированного объема работы. Работы подрядной организации должны завершить к наступлению холодов. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Нижнекамская пенсионерка потеряла деньги при попытке купить бетонные плиты для дороги. 58-летняя женщина нашла подходящие товары на популярном сайте бесплатных объявлений. Продавец спросил 3000 рублей за одну плиту. Пенсионерка связалась с ним. Они договорились о покупке семи плит за 24,5 тысячи рублей. Продавец предложил заключить договор. Его прислали по электронной почте и сказали, что нужно подъехать на завод полимерных материалов. Тогда женщина перевела половину суммы. Позже продавец сказал, что сломался манипулятор и плиты отправят после его починки. В этот же день, либо на следующий. Но после перестал отвечать на сообщения. Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. А я напомню, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти на официальном сайте ntrdefiz24.ru. Там же идет круглосуточная трансляция канала. Уникальное панно советских времен, которое долгие годы прятали за гипсокартоном. В комплексе «Факел», где сейчас идет ремонт, нашли фреску. Кто на ней изображен и какова ее дальнейшая судьба, расскажет Анастасия Шакирова. Эти легкоатлеты – гости из прошлого, причем нежданные. Фреску с их изображением нашли рабочие во время ремонта спортивного комплекса «Факел». Сделан из металла и внутренней залито штукатуркой специальной. То ли битцевая, то ли глиняная. Непонятно. Внутри заемка? Да. Очень эксклюзивная работа здесь. Фреска выполнена в сложной технике. Живопись штукатуркой обрамлена в железный каркас. Масштабное изображение занимает целую стену, которую по каким-то причинам в свое время спрятали. Закрыта была гипско-картонной стеной. Мы ее сдемонтировали, и открылась вот такая вот эксклюзивная вещь. Удивлены были? Да. Неожиданная находка повлияла на концепцию ремонта. Запланированное решение вестибюля, где нашли фреску, решили изменить. Прятать ее больше не будут. Панно ждет большая реставрация. Посмотреть художественное творение советских времен сможет каждый. Факел после капитального ремонта станет единым комплексом с Домом народного творчества. Будет использоваться также под различные городские мероприятия. Работы по его обновлению планируют завершить уже к концу июня. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Со школьной скамьи знают приборы кип, изучают электрику и пробуют себя в качестве лаборантов химического анализа. В колледже нефтехимии и нефтепереработки действует программа «Моя первая профессия», где учащиеся старших классов изучают на практике азы будущих профессий. Создана она при поддержке компании «Сибур». Своеобразным бонусом новой обучающей программы является посещение промышленной площадки Нижнекамск-Нефтехима. На днях ребята побывали на предприятии со знакомительной экскурсией. Вот они, будущие лаборанты-электрики-слесари КИПА. Во время посещения предприятия школьников знакомят не только с деталями технологического процесса, но и с особенностями выбранной профессии. Вначале они побывали в операторные заводы дивинила и углеводородного сырья. На заводе установлено множество измерительных приборов. За их бесперебойной и безопасной работой следят слесари по КИПА. Каждое оборудование имеет свои особенности. Например, этот манометр защищен противовзрывным корпусом. Образование какой-то искры или чего-либо. Видите, он какой-то толстый, чтобы никакая искра его не разорвала и ничего с ним не произошло. В случае, если какая-то будет разгерметизация. На территории завода пластиков школьники увидели, как работает энергопроизводство, которое обслуживает три завода. Ежедневно электрики обрабатывают заявки, поступающие с производства. Многие ребята получают в колледже профессию электрика, поэтому им было интересно узнать тонкости этой работы. Оказывается, здесь реверс используется только на других предприятиях. Он идет как основной. А уже здесь используется простой пуск, который мы собираем на курсах в колледже. Девочки мечтают стать лаборантами химического анализа. А потому заглянули и в лабораторию, где проводят анализ готовой продукции. Школьники стали участниками проведения тестовых испытаний полистирола с добавлением каучука. Мне очень понравились профессии как кип, электромонтер. То есть я никогда об этом раньше не знала, что они вообще делают и с каким оборудованием работают. Поэтому было интересно наблюдать, как это все происходит здесь. Потом мне очень понравилось здесь то, что тут огромная территория, и все это умещается в одном месте. И производится очень большая работа. Погружение в нефтехимическое производство стало возможным благодаря специальной программе «Моя первая профессия». Создана она по инициативе компании «Сибур». В настоящее время участниками пилотного проекта являются 30 нижнекамских школьников. Встретились именно с представителями этой профессии, услышали, что называется, из первых уст, в чем заключается работа, чем занят тот или иной специалист в течение всей рабочей смены, как это вообще все происходит. Я думаю, что ребятам было интересно. Они в течение полугода проходили обучение в колледже нефтехим и нефтепеработки. И сегодняшнее посещение нижнекамских нефтехим – это как бы завершающее. То есть то, что они теоретически изучали, сегодня они посмотрели на практике, как это происходит. В отличие от обычных экскурсий, то есть мы уже давно практикуем совместно с компанией «Сибур», с нижнекамских нефтехим посещение школьниками предприятия. В отличие от обычной экскурсии ребята выйдут на конкретные рабочие места. Они увидят рабочие места лаборантов химанализа, киповцев и электриков, смогут задать вопросы. Сегодня мы готовим этот выезд. То есть будет такое адресное, так скажем, общение специалистов с будущими, будем надеяться, нефтехимиками. Во время выездных занятий школьники также знакомятся с историей предприятия, могут увидеть реальные рабочие места, а также узнать о наиболее востребованных на заводе специалистах. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Скорость, ловкость, смекалка – все это понадобилось участникам семейных стартов. Их Нижнекамское предприятие «Сибуры» организовало для семей своих сотрудников накануне Дня семьи. Сотне участников предстояло пройти шесть спортивных этапов, а после их ждала развлекательная часть с аниматорами, сладостями и мастер-классами. Подробнее о празднике расскажем в нашем следующем сюжете. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый. Только слаженная работа может привести команду к хорошему результату. Им предстояло пройти шесть соревновательных площадок – лыжи, гусеницы, бег в широких штанах. Только половина из них. Семейные старты в этот раз отличаются от предыдущих. Участники здесь не соперники. Нет ни победителей, ни проигравших. Только дружные семьи, которые решили провести активные с пользой свои выходные. А помогает им в этом свое родное предприятие. Мы стараемся не пропускать семейные старты. Мы обычно всегда бываем в призерах, стараемся быть призерами. В большинстве случаев это у нас получается. У нас так семья такая азартная. Семейные старты – это мы в любую погоду согласны бегать. Поэтому нам очень все нравится. Мне понравилось. Было весело. Димхан. Что особенно понравилось? Мне понравилось. Были за штаны. Где там были штаны. Там мне даже просто было пробежать надо было. Сибур – это территория здорового образа жизни. И руководство компании очень большое внимание уделяет этому. Чтобы сотрудники компании как можно были больше вовлечены в здоровый образ жизни. Соответственно, это мероприятие направлено на то, чтобы мы вовлекаем и членов семьи также вести здоровый образ жизни, вести активную жизненную позицию. В семейных стартах родители участвуют вместе с детьми. На Нижнекамском предприятии Сибура помогают привить любовь к спорту и укрепить семейные отношения. А чтобы детям было еще веселее на праздники, для них подготовили развлекательную программу. Самых маленьких участников праздника встретили аниматоры. Для малышей они подготовили много спортивных заданий – приседания, прыжки, кувырки. Ребят постарше ждали увлекательные химические опыты. И у нас есть наше масло. Так, давайте мы его добавим прямо сюда. А теперь давайте мы добавим для всего нашу воду, чтобы было очень красиво и эффектно. Очень хороший уровень, очень понравился, особенно детям. Больше уж для детей, же уж это все. Да, да, да. Специально из деревни приехали, все планы поменяли, чтобы на это мероприятие попасть. Поднять настроение гостям праздника старались по-разному. Все желающие могли угоститься сладкой ватой, принять участие в шоу мыльных пузырей, разрисовать сумки и забрать их домой. А также памятную медаль, грамоту и полезный перекус. Малышам нарисовали аквагрим. Всего участие в семейных стартах приняли около 40 семей. Это порядка 120 человек. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Первый в рейтинге работодателя Нижнекамское предприятие Сибура стало лауреатом в номинации «Добыча и обработка». Рейтинг был организован платформой «Россия – страна возможностей». Более 20 тысяч респондентов оценивали 600 крупных российских компаний в рамках первой HR-премии «Талантист». Вопрос о желании работать в компании определил ее привлекательность как работодателя и ее итоговое место в рейтинге. Нижнекамское предприятие открыто к диалогу с молодыми специалистами. Ведется активная профориентационная работа с учащимися школ, СУЗов и ВУЗов города. В ряде школ открыты профильные Сибуры нефтехим-классы, а студенты проходят на Нижнекамскнефтехиме практическую подготовку. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или на WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Военные годы, блокадный Ленинград, двое влюбленных. В Нижнекамске состоялся благотворительный показ спектакля «Тюза» «Мой бедный Марат». Посетили его ветераны войны и семьи мобилизованных граждан. Мама военбрач на фронте. Я пошла на садовую хлеб получать. Только вышла тут и бахнула. Вернулась только ваш подъезд и стоит. Действия спектакля разворачиваются в блокадном Ленинграде. 16-летние Мараты Лика, искалеченные войной, голодом и страхом, полюбили друг друга. Вскоре судьба привела к ним третьего – Леонидика. Истощенный паренек, нелепый жалок, считает себя поэтом. Марат и Лика принимают его, делятся добытыми крохами, ставят на ноги. А Лика влюбляется в него. Вскоре оба парня идут на фронт. Само действие будет разворачиваться начало войны, блокадный Ленинград. Я бы не сказал, что я тут самый главный герой. Тут все герои, все участники данного спектакля, вот эти персонажи, они все главные. Это история о том, как они пережили это и стали ближе друг к другу. Ну, то, что трудности сближают. Война – это страшная вещь, которая сближает еще сильнее. И как они пронесли вот эту любовь, то, что они обещали тогда, в военное время. И смогли ли они это обещание выполнить. Когда война заканчивается, то Марат возвращается с орденом Героя Советского Союза, а Леонидик – Олегой без руки. Любя Марата, Лика жалеет несчастного Леонидика и выходит за него замуж. Марат уезжает, а через 13 лет возвращается, потому что тоже до сих пор любит девушку. Леонидик уходит, а Марат и Лика остаются вдвоем. О потере, как с этим жить, как просто жить, любить после таких страшных событий. Можно ли это? Оказывается, нужно. Очень тяжелая роль. Ну, тут сам по себе спектакль и военная тематика смерти. Через себя пропускать такое, так скажем, непросто. Трогательная история любви и дружбы, предательства и преданности. Каждого учит чему-то своему. В первую очередь, как по мне, так это о любви, о стойкости солдат в такое тяжелое, нелегкое, трудное время. Вот. И о дружбе. Благотворительный показ спектакля «Мой бедный Марат» был приурочен ко Дню Победы. Пригласили на него ветеранов Великой Отечественной войны и семьи мобилизованных граждан. В антрактах зрители могли послушать стихи и песни военных лет в исполнении начинающих актеров. Когда нас берут за горло, естественно, взяться за нож. На нож и мне нет цветы, нет ли у нас в лезвие, начать находить отныне лишь в него вражение себя. Непокоренный герой Ленинград, непокоренный на все времена, непокоренный город Петра. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Купил на тысячу, есть шанс выиграть классный приз. Магазин «Дома одежда. Обувь» проведет грандиозный розыгрыш. Более тысячи приятных подарков. Микроволновая печь, стиральная машина, холодильник и главный приз – автомобиль. Как принять участие в розыгрыше, расскажем далее. Условия действительно очень простые. Купить товар, получить чек и купон – это все, что нужно для того, чтобы принять участие в грандиозном розыгрыше. Ассортимент в магазине огромный, поэтому с выбором товара у покупателей точно не будет проблем. Главное не скупиться. Чем больше сумма в чеке, тем больше шансов выиграть суперприз. При покупке от тысячи рублей мы выдаем один купон. Организаторы розыгрыша подготовили массу разнообразных подарков. Более тысячи наименований. Среди разнообразия много полезной бытовой техники. Микроволновая печь, стиральная машина, холодильник и главный приз – автомобиль. Больше покупок, больше шансов выиграть главный приз. Уйти с пустыми руками не получится. Главное – сохранить чек до конца розыгрыша. Потратив минимум тысячу рублей, вы можете стать обладателем машины. У вас еще есть время сделать выгодную покупку в магазине «Дом одежда-обувь». Розыгрыш состоится 18 июня в 6 часов вечера на втором этаже в торговом центре «Эссен» на улице Гагарина. Ярмарка, которую всегда ждут. В Нижнекамске вновь открылась выставка белорусской обуви. Большой выбор моделей и размеров удобной в носке, а главное – из натуральной кожи. Ознакомиться с ассортиментом можно в торговом центре «Барс-1». Удобство, качество и красота – главные особенности белорусской обуви. О ней нижнекамцы знают давно. Горожане закупаются на каждый сезон, будь то дождливая осень или снежная зима. А теперь идет подготовка и к лету. Павильон с обувью из Беларуси предлагает большой выбор на любой вкус. На нашей выставке большое поступление летней коллекции – туфли и босоножки для проблемных ног. На всех летних босоножках стоит полуортопедическая стелька с эффектом памяти, которая запоминает форму стопы и создает удобство и комфорт при ходьбе. Например, вот на этой модели подошва облегченная и весит не более чем 150 грамм. Обувь полностью сделана из натуральной кожи. Размеры от 35 до 43. Демократичные цены. Ярмарка белорусской обуви давно зарекомендовала себя с положительной стороны. Зимнюю выбрала, осеннюю брала. Сейчас летнюю хочу. Самое главное – удобство. У меня там же проблемные ноги. Подъем высокий, косточка. В моем возрасте я уже смотрю на то, чтобы мне было удобно. Есть выбор, конечно. Чтобы качество узнать, надо еще поносить. На ногах почувствовать, как это. Ярмарка белорусской обуви располагается в торговом центре «Барс-1». Адрес Менделеева – 31А. Нижнекамцев ждут с 10 утра до 8 вечера. До 21 мая включительно. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов. Новости НТР. И на этом у нас все. Впереди прогноз погоды. Всего вам доброго. До новых встреч.